Блин, да? Опять из-за педалога. Привет. Ребят, всем привет еще раз. Вопросов, ну вот на сегодняшний день, сейчас я залезла, у меня пять человек пишут, примерно один и тот же текст. Привет, за что меня из чата кинули? Это про чат школы автономии. Ребят, я уже говорила неоднократно, мы же с вами все взрослые люди, если вы нарушаете правила, то вы автоматически удаляетесь из чата. Этот чат, он поэтому и ценен, потому что там нет всякого говна. Сама, там есть только опыт самого человека, не соседа, не друга друга, не сына лучшей маминой подруги, а именно только ваш опыт. Все, больше никакого опыта туда не нужно, только ваш опыт. Если у вас нет опыта, читайте другой опыт, но не надо туда, вот я читал книгу, и потом начинается, а скиньте мне в книгу, а расскажите мне, а давайте ее обсудим, и вот всякое вот это говнище начинается. Ребят, никто не будет, а я восстановить потом не могу, чтобы мне восстановить человека в этот чат, мне нужно его добавить в друзья. Ну, представляете, я всех буду добавлять в друзья. Я не добавляю в друзья, поэтому я восстановить чаще всего не могу. Поэтому будьте сами готовы к тому, что вас могут удалить из чата. Вот. Так, еще про что пока люди собираются. Так, я сейчас сразу же посмотрю, запустился ли у нас эфир на ютубе. Вот, я, конечно же, еще, ребят, хотела… Да, запустился эфир. Я хотела еще вам сказать про Москву. То есть, 28-го и 29-го октября будет открытая встреча. Два дня подряд открытые встречи будут в Москве. Но мне ребята пишут, что я приду, я приду, и не регистрируются. Ребят, если вы не зарегистрируетесь, если мы будем понимать, что зал не сможем оплатить, то я не выйду в Москву, я туда не поеду. Я займусь другими делами. Конечно, хотелось бы с вами встретиться, потому что 30-го числа я буду выступать в Подмосковье на слет… слет автономов, по-моему, называется, или что-то такое, вот, где будет много спикеров. Меня там пригласили дать лекцию, я там буду присутствовать. И именно поэтому, думаю, все равно в той стороне я бы с огромным удовольствием встретилась бы с вами на два дня. То есть, на один день кто-то один день захочет побыть, кто-то два дня. Что мы будем там обсуждать? Конечно же, мы там обсудим те вещи, которые я не могу открыть, открыто говорить в прямых эфирах. То есть, мы с вами не только можем разобрать любую какую-нибудь ситуацию, не только я вас вскрою, и действительно вскрою, но и мы с вами поговорим, что такое вечность, есть ли вечность, и если она есть, как запустить этот ген долголетия в вашем белковом теле? Что такое время? Есть ли оно в нашей плотности? И можем ли мы менять временное пространство в этой плотности? Обо всех вот таких вещах мы поговорим на личной встрече. Я вам дам несколько практик, где вы можете самостоятельно это начать делать и понять, как это, что это действительно работает, что это действительно есть, что это действительно можете выездить. Не кто-то там, кого вы не знаете, а вам это не дано. Нет. Вам это тоже дано, если есть желание. Но опять же, это есть желание, если вы готовы к этому. Точно так же и марафон, который начнется, кто не может приехать по каким-либо причинам, ни на ретрит, ни на встречи, никуда, ну мало ли кто-то не выездной. Для вас, ребят, специально я делаю такие ретриты семидневные. С 21 по 27 сентября, что это все сентябрь, октября начнется вот этот вот как раз марафон возможности меня. И там мы тоже поговорим в этих вещах. Конечно же, если это не лично, то я вас не смогу просмотреть так, как я вас смогу просмотреть лично. Да, если вы даете согласие, если вы даете согласие, то я с вашего согласия вас вскрываю по полной, вот. Но вы должны понимать, что ваша жизнь уже никогда не будет прежней, никогда. Светлана, привет, Екатеринбург ждет тебя. Екатеринбург, я вас обожаю, вы же знаете. С Екатеринбургом мы не можем пока понять по датам, как нам будет удобно, потому что мы еще ориентируемся на детей. Вот. И как нам будет удобно, что после Москвы приехать в Екатеринбург, но мы там еще никакой рекламы нигде не давали. Вот. Либо это будет… Мне нужно вообще посмотреть, ребят, готовы ли вы встречаться. Вот так вот. Потому что в Москве больше всего народу, как ни крути. да, куда я ездила, мы встречались с вами, было одно… Мы встречались, потому что я там уже была в этих городах, вот. И там очень быстро собирали встречи, и мы их проводили. И было действительно клево. Вот. Вот так, чтобы назначить встречу, а потом выезжать специально в город, у меня не было никогда такого опыта. Вот. Поэтому, если сейчас это… у нас с вами все получится, то, конечно же, я вам все об этом расскажу. Я вам расскажу, что такое целительство, есть ли оно. Я вам расскажу, как… как избавиться от болезни, от любой болезни. Ребят, правда, вы можете избавиться. И те знания, которые я вам смогу передать, это не говорит о том, что один человек может эти знания иметь и на себе применить или не применить, а другой может эти знания иметь, но на себе применить не сможет. И такое тоже может быть. Но если вы не можете на себе применить определенные знания, то это тоже потому, что вам это надо. И по каким причинам, если вы готовы знать, по каким причинам вам это надо, если вы себя самостоятельно не сможете всковырнуть, то я готова вам помочь, если у вас есть в этом надобность. Вот. Ребятки, пишите вопросы, а я бы сегодня хотела с вами поговорить на тему, как раз, я не просто так заявила тему, что пропасть – это глубина. Вы, наверное, у кого… ну, многие сейчас, кто смотрят инстаграм, да, кто подключился, кто-то не подключился после определенных событий, потому что это сейчас считается не очень, не очень соцсеть, которая приветствуется, да. Вот. И я там иногда скидываю ролики, и есть ролики, где я показываю, как я, как мы сейчас ездим в горы, как мы, вот где у нас сможет наш маленький танк пройти, да. Вот. Там мы везде ездим. И это классно, это здорово, и мы сейчас вот постоянно в каких-то движениях. И сегодня нас в определенный… в определенный раз мы приехали на дольмены. Вот. И там вот на этих дольменах, то есть на каждом дольмене чем чаще… ребят, это касается каждого. Чем чаще вы начинаете ездить вот на эти просто обычные камни, тем больше вас начинают вскрывать. Вы можете не верить мне, вы можете думать, что как бы какая-то всё сумасшедшая, но вы можете это проверить на себе, да, и потом дать обратную связь. И вот сегодня, в очередной раз, когда мы были у определенного мудреца, во-первых, мы были на Красной Поляне, там как бы горная местность, и там прохладнее, чем в Сочи, и сейчас у нас дожди идут, вот. И такая погода, ну, дождливая, пасмурная, не жарко сейчас, вот, а там ещё и так прохладненько. И я поняла, что вот около очередного мудреца я поняла, что я просто в определённый момент, что такое моё физическое тело, как регулировать терморегуляцию физического тела, что происходит внутри моего физического тела. Вот. И когда вот эти вот осознания пришли, чётко понимаешь, что ты как минимум не хочешь даже одевать обувь. и я первый раз в жизни, первый раз в жизни я ходила по камням, по листьям, по грязи, и, наверное, все как минимум в детстве прыгали по кровати. Она мягкая, она удобная, как бы ты, главное, чтобы ногу там не подвернул, и всё, тебе всегда комфортно. И когда я пошла, ни один камушек не почувствовался мне как камень. Я первый раз в жизни почувствовала, что поверхность, она очень мягкая, комфортно, тёплая и настолько энергообменная, что для меня это было, наверное, на каком-то этапе даже такое откровение. Там было достаточно много сегодня людей, и на меня люди в курточках, в кроссовках, у кого-то уже меховые сапожки, и я такая дуринда, босиком хожу. И я себя поймала на том, что если бы не было народа, то я бы с огромным удовольствием вообще бы с себя сняла всё. Да, это действительно другие ощущения, когда ты понимаешь, что твой аватар тотально может слиться с тем воздухом, с тем пространством, которое вокруг тебя. Оно становится настолько приятно, что вот всё, что нас разделяет, хочется от этого избавиться. И там такой обрыв есть, и мне очень чётко захотелось постоять на этом обрыве. Я когда стояла на этом обрыве, у меня не было страха, что там вот в этот обрыв можно упасть, что там можно сорваться, можно подскользнуться, можно ещё что-то. И пришло очень чёткое видение того, что обрыв – это как раз глубина. И, ребят, когда вы говорите «откат», когда вы говорите «вот этот вот пал ниже некуда», там ещё что-то, каждый ваш шаг в новый обрыв самого себя – это ваша глубина. Вы никогда не будете на высоте самого себя, пока вы не будете вновь и вновь шагать в свою бездну. И когда меня говорят «вот этот вот в высоких вибрациях», вот этот вот там, вот этот такой уже высокий, вот этот вот такой… Может быть, я не доросла до этого, но я на сегодняшний день начинаю чувствовать абсолютно другие процессы. Когда я прорабатываю какой-то пласт самой себя, достаточно глубокий на сегодняшний день, то после вот этой проработки меня не вверх отбрасывают, а я вступаю в свою бездну. Я опять с обрыва и опять вниз. И каждый мой шаг, он меня не вверх вытаскивает, а всё время вниз. И чем больше у меня идёт осознаний, по любому поводу, чем больше я на своём обрыве опять вниз в проработке себя, ещё глубже и опять вниз. И чем глубже, чем ниже, чем больше я прорабатываюсь, тем вот я чувствую, что я вот туда вот вниз иду. Но это вниз я иду не ко дну, а вниз я иду в глубину. Я не знаю, что будет после глубины. После глубины ты пойдёшь куда-то наверх, либо ещё что-то. Но я сейчас на сегодняшний день вижу, что пока ты не опустишься вот в эту вот глубину самого себя, в глубину того пространства, того мира, который был, который есть, ты не пойдёшь вверх. Потому что вверх, скорее всего, вот как я сейчас вижу, это когда ты переходишь на другую плотность самого себя, где необязательно иметь физическое тело. Я бы, наверное, так сказала. И вот это вот постоянное падение в бездну самого себя, оно невероятно увлекает. Оно настолько захватывает. И каждый раз, когда ты думаешь, я вот это вот всё проработал, я вот это вот всё сделал, я вот это вот всё, и тебя раз и опять туда, и ты дальше начинаешь прорабатывать. У меня есть подруга, вот, которая, спасибо ей огромное, что она мне никогда не врёт. Она мне всегда говорит правду, и именно ту правду, которая меня всё время раскрывает. И это послужило одним из толчков для новых открытий меня, когда она приехала, и мне тут сказала, говорит, я, говорит, смотрела буквально пять минут твоего эфира про школу, про которую ты там сказала, вот, и бла-бла-бла там, и, говорит, это уход от ответственности, то есть ты ответственность перекидываешь на другого. И когда я прочувствовала её слова, я поняла, насколько я изначально, почему у меня не складывался пазл, потому что я шла внутрь, ребят, когда у вас что-то не складывается, какие-то пазлы в том, что вы делаете. Если вы понимаете, что вроде бы как бы клёво, но что-то не идёт, это не вроде как бы, это действительно так. И тут до меня дошло, что я что хочу сделать, я хочу сделать школу, а что значит, что хочу сделать школу, это когда ты школу хочешь сделать, потому что другие же плохие школы, а ты сделаешь хорошую, это разделение. В других школах будут такие-то учиться дети, а мои хорошие будут учиться в такой школе. Это опять плюс-минус, меня выкинуло в очередной раз на плюс-минус, и как только я это осознала, я поняла, что это вообще не тот путь. Нам не нужно делить, нам не нужно делать свою школу, у нас уже есть школа, у нас уже есть великолепные дети, это наше будущее, это наш генотип, это наши инвестиции в самого себя. Что нужно сделать? Нужно в каждую школу, которая уже есть, внедрить определённую программу дарения самого себя. И тогда каждый ребёнок сможет это почувствовать, тогда каждая школа сможет почувствовать, тогда у нас не будет плохих школ, у нас уже все школы великолепные, просто мы ещё добавим один определённый пазлик в раскрытие самого себя, каждого ребёнка, не который будет учиться только в нашей школе, в индивидуальной, в такой хорошей, потому что мой такой замечательный, а каждый ребёнок в каждой школе сможет это прочувствовать. И когда мы начнём прочувствовать вот в этом вот масштабном соотношении, когда мы сможем запустить вот эту вот программу дна дарения самого себя в каждую школу, мы никого не будем перетаскивать, мы никому не скажем, что у вас плохо, у нас будет хорошо, приходите к нам. Мы всем скажем, что у вас так клёво, можно с вами развивать дальше наше будущее, вот добавив вот такой пункт, это будет как определённая дисциплина для начала, как определённая дисциплина, но она будет в каждой школе, которая есть. И это будет во всём мире. Это пока я так вижу. Спасибо огромное моим друзьям, что они мне указывают и на то, что есть у меня. Да, я не совершенство, я это вообще не скрываю. У меня, я иду, я развиваюсь, я развиваюсь саму себя, то есть я саму себя раскрываю перед самой собой, и об этом я вам всегда говорю. И то, что я вам говорю сегодня, завтра у меня может измениться мнение. Измениться мнение, потому что я прочувствую что-то другое. Я вам это обязательно скажу. Если вам это откликается, то я, конечно же, с огромным удовольствием буду с вами делиться. Ребятки, если есть вопросы, задавайте, потому что и по Москве, и по марафону, по марафону пишите в личку, и мы с вами уже 21-го числа начнём. А по Москве, конечно же, пишите, чтобы я чётко могла понимать, насколько это актуально для вас. Вот. Потому что мы сегодня ночью опять выезжаем, сейчас через пару часиков. С детьми тоже у нас будет такой... Не могу вам сказать, куда мы едем, потому что, если я вам скажу, куда мы едем, у нас может через час измениться план, и мы пойдём в другое место. Вот. Поэтому пока мы едем, пока у нас есть определённое место, куда мы поедем, как раз мы ночью проедем, с кутру мы будем в великолепном месте. Я вам обязательно об этом расскажу, покажу. Расскажи про это. А про что рассказать? Дмитрий. Напиши, про что рассказать, я расскажу. Вот. Потом я... Заедем ещё в один город к друзьям, а потом ещё поедем ещё в другой город. А потом обратно к себе в любимый Сочи. Но опять тоже ненадолго. Поэтому, ребят, очень мало остаётся времени до Москвы. Дайте знать, насколько это для вас актуально. Потому что мне... Мне приятно передавать вам те знания. Мне приятно видеть, как вы раскрываетесь. Мне приятно видеть, как после ретрита мне ребята до сих пор пишут. И там у них такие идут открывашки. Там у них так меняется жизнь. Там вообще у них... Вообще всё с ног на голову. И это по-честному. Это без обмана. Когда ты научаешься, когда ты приехал... Мне вот некоторые говорят... Я приехал, чтобы просто побыть с вами. И под конец ретрита говорят... Слушай, я думаю, что я это всё прошёл. Но оказалось, что я вообще только на начальной стадии. И когда ты начинаешь это в себе признаваться, и когда у тебя начинается вот эта вот проработка самого себя, когда ты видишь эту глубину, и когда ты начинаешь с этим работать, ты понимаешь, что ты становишься абсолютным Богом для самого себя. И вот эти все ретриты, марафоны по исполнению желания, по ещё чему-нибудь, когда ты это понимаешь, они становятся для тебя неактуальными. Потому что ты чётко знаешь, что каждый момент, каждое действие, каждый какой-то аспект, который нужен для тебя в твоей жизни, для определённых вещей, он начинает материализовываться моментально. Ребят, моментально. И это начинает материализовываться только как вы внутри себе это поменяете. Почему я говорю, мы на наших ретритах, на наших встречах, на наших марафонах именно прорабатываем себя, чтобы в нашем мире было абсолютно всё, чтобы закрыть свои базовые потребности, чтобы тебя уже не оттягивал вот этот вот социум крючками. за жопу тебя не тянул, чтобы ты шёл в глубину себя, чтобы тебе уже ничего не мешало, чтобы тебе не мешало о том, чтобы ты думал, а как я вот за это заплачу, а как вот я сюда уеду, а как я вот это себе куплю. Если это вам нужно для развития самого себя, у вас это будет сразу, просто сразу. Это будет сразу после того, как у вас придёт осознание, почему, что и как, почему вы до сих пор не пришли в это, почему вам до сих пор так удобно. Но это будет только по-честному. Если вы готовы себе по-честному в этом признаваться, то у вас будут сразу же, результаты будут сразу, они не будут через неделю, они не будут через месяц, они будут моментально. Как только у вас пришло, вот этот вот щелчок сработал, осознание пришло это сразу, вот просто по-другому не бывает, потому что всё в этом мире уже для вас. Ребят, вопросики пишите, потому что я вопросов пока не вижу. Викуси мне только написала, которую я тоже жду в Сочи, кстати. Да, и всё пространство ей уже сказала, как бы если, посмотри, если всё-таки ты решишь быть в другом месте, то мы тебя ждём. И она знает, о чём я говорю. И когда мы думаем, что определённые вещи с нами случаются, о которых мы не ожидали, это не так. Они с нами случаются именно потому, что внутри у нас проходит подготовка к новому уровню, к новому уровню жизни, к новому уровню самого себя. И нас как бы Вселенная всегда прощупывает, а готов ли ты? А готов ли ты пойти туда? Потому что нам всегда всё даётся. Но мы очень часто держимся за то, что привыкли, за то, что удобно, за то, что здесь уже всё знаем, за то, что здесь же родственники, друзья, ещё что-то. И всё время нас что-то цепляет, что-то держит. Как только мы выбираем себя, то мы идём только в своё пространство. И наше пространство нас всегда носит на ручках. Всегда. Да, я тоже жду себя в Сочи. Поэтому, ребятки, раскрывайтесь. И я с огромным удовольствием буду делиться теми процессами, которые происходят со мной. Они не плохие, не хорошие. У кого-то больше, у кого-то глубже, у кого-то шире. У меня вот они такие происходят. И мне очень приятно с вами делиться. Мне очень приятно, когда вы пишете какие-то вопросы. Мне очень приятно, когда я вижу ваши результаты. И когда я вижу ваши результаты, тогда я понимаю, что я чётко иду туда. Но могу вам сказать очень честно и очень откровенно, то, что мне говорят мудрецы, это не чнелин. Ни в коем случае. Нет. Они мне очень чётко говорят, дают направление. Иногда меня выводят к самой себе и очень жёстко. Да, бывает и такое. Но я всегда уверена, что я не вру. Для меня это... Это первое, через что можно прийти к самому себе. Как только у тебя появляется какое-то лукавство, тебя это сразу же уводит. Уводит в сторону, и ты туда не придёшь. Поэтому, когда я с вами говорю, когда вы мне разрешаете перепрожить то, что есть в вас, чтобы вытащить это наружу, то это происходит молниеносно. То есть с каждым человеком, если общаться индивидуально, то в течение 20 минут мне этого вполне хватит, чтобы вскрыть вас моментально, полностью. но не все к этому готовы. Поэтому, ребята, я вас обнимаю. О, есть вопросик. Давайте я сейчас зачитаю туда на Ютубе. Олег, никак не могу повзрослеть, боюсь неизвестности, боюсь начать жить заново в новом месте, видимо. Обманываю себя. Как начать выбирать себя? Ольга. Ольга. А Ольга сама. Ольга, начни выбирать себя. Если тебе нужен какой-то какой-то пинок, какой-то кто-то, кто сыграет на данном этапе твоего жизненного процесса триггером, проводником, назови как хочешь. И если ты в этом видишь меня, то, пожалуйста, ты же можешь приехать и на встречу, и взять консультацию, и пойти на марафон. Там мы семь дней прорабатываем это все. Потому что никак не могу повзрослеть. Это то же самое, что никак могу повзрослеть. Да, это же про то, что зачем тебе взрослеть? Нам всегда удобно жить в том состоянии, в котором мы сейчас. тебе же там удобно, у тебя все известно, у тебя все понятно. А тут идти в новое. Это полностью тотально взять ответственность за себя. И в некоторых процессах мы можем сказать, что ой, у меня это не получилось, потому что погода, друзья, еще кто-то все время что-то вот сработало, почему это не получилось. Но если бы вот не это, я бы точно смогла. Никогда тотально взять ответственность на себя, что бы ни случилось с тобой, даже если ты попал в какое-то там наводнение, которое стихия, которое как бы от тебя не зависит. Нет, ты туда попал, ты находился в этом месте ровно потому, что тебе это нужно. И когда ты научишься понимать, что происходит в тебе, почему ты находишься в определенных местах в определенное время, почему ты притягиваешь себе вот это по-честному, когда ты начнешь себе признаваться, ты полностью будешь контролировать то, что тебе нужно на данном этапе. И это процесс, это не сразу же, это не щелчком. Щелчком – это когда ты начнешь понимать, когда ты начнешь выводить себя. Каждый раз не всегда мы просто видим обман самого себя. Нам все время кажется, вот это вот я проработал, вот это вот я проработал, вот то я проработал. Уже другого не может быть. Я уже вроде бы вот это и вот это вот сделал. Ребят, может, если повторяется какая-то ситуация, если вам что-то не дает идти вперед, если вы видите хоть какой-нибудь аспект, не хватает материальной базы, не тот мужчина с вами, с которым вы понимаете, что не нужно каких-то слов говорить. Если с детьми что-то происходит не то, не так, как бы вы хотели, любого аспекта, от чего бы ни коснись, если есть что-то такое, что бы вы хотели подкорректировать, это всегда сидит в вас. Всегда. И если это есть, значит, вы не вошли в определенную... значит, вы не вошли в определенное состояние к самому себе, в определенную глубину себя. И у нас есть такой замечательный орган, как ум, мозг, да, который формируется у ребенка в последнюю очередь, потому что он не нужен для того, чтобы жить, но человек им пользуется, потому что по-другому, к сожалению, не может в определенный момент у него атрофировались некоторые восприятия, но это сейчас не тема нашего разговора. И он нас все время уводит, он нам все время говорит, вот это мы проработали с тобой, туда уже не иди, там уже все понятно, а вот это не получается все-таки не потому что ты, потому что если бы ты, мы же с тобой это проработали, мы же с тобой это узнали, и ты же это видишь, ты же это знаешь. Не вошли в глубину, поверьте. Вот я могу вам абсолютно четко сказать, что я абсолютно любого могу копнуть. Если кто-то мне говорит, вот это вот не получается, но я себя копнула так-то и так-то, поверьте, я копну, я найду, я увижу в вас ту, ту занозу, которая сидит и не дает вам перейти на новый уровень самого себя. По-другому не будет. Но это только с вашего позволения, по-другому не будет. Просто так я никому никогда не лезу и никому даже никогда не скажу, если что-то меня не спросят. Почему так трудно людям перейти на сыроедение? Потому что нет осознания, для чего это нужно. И все. Ребят, все, что касается питания, все, что касается непитания, мы не можем перейти на определенный вид питания, мы не можем убрать еду не потому, что наше тело просит, не потому, что наш ум просит, не потому, что еще что-то. Можно хоть что говорить. Нет, когда понимание для чего, не то, что для чего это, это щелкивает, это срабатывает моментально. То есть я могу вам абсолютно четко сказать, что я была недавно тоже в одном месте и мне очень-очень четко в очередной раз пришло вот это вот знание, что может человек без еды. Не обязательно выходить на еду после там скольки-то там кто-то после года, после двух, когда ты понимаешь, что тебе, что ты делаешь дальше с этим неедением. У тебя ты прощелкиваешь моментально, то есть бывает такое, что ты идешь на осознание и через осознание у тебя все больше и больше ты как будто бы закрепляешься в своих вот этих вот видениях, так скажем, в своем пищевом поведении, да? А есть такое, что прощелкнуло в раз. И у меня были и закрепляшки, и прощелкивать. И когда мне вот буквально на днях прощелкнуло в очередной раз, что нет смысла ни начинать есть, ни еще что-то, ни рассказывать людям, как жить без еды и без жидкости, не надо вам рассказывать, это вам придет только после того, когда вы вскроете себя. И я вам могу сказать абсолютно четко, что человек может жить без еды и без жидкости. Он не будет на это смотреть, ему будет это неинтересно, не потому, что он перешел там куда-то, и он уже вот не хочет, потому что у него нет аппетита. Это не его история, и все, просто не его история. Вы можете сидеть и есть перед этим человеком, перед мной сидеть, можете кушать, я могу с вами находиться в каком-нибудь кафе, ресторане и хоть где. И это не будет говорить о том, что я, сидя с вами, думаю о еде, сидя с вами, буду думать о каких-то тех вещах, о которых мы с вами будем общаться. Это то же самое, когда вы приходите с человеком, и, например, вам не важно, как человек, например, выглядит и как одет, и когда вы с ним общаетесь, если вам это действительно не важно, вы же не думаете, что я с ним общаюсь, а он вот в такой рубашке сидит. И вот как мне с ним общаться? Тоже что ли такую рубашку купить? Нет, вы же об этом не думаете, вы просто думаете о том, что я говорю. Сейчас вы, скорее всего, думаете о том, что я говорю, ну, конечно, кто-то про прическу написал, да, это я просто уж так забрала волос. Но сказали и сказали, да, и у вас этого нет, вы же не будете сутки об этом думать, а потом еще себе интерпретировать, а что же я, почему это так подумала? У вас этого не будет, и в вашей жизни точно так же не будет вопросов о еде или не о еде. Если вы этим вопросом задаете, значит, что-то в вас еще сидит, отпустите это, не зацикливайтесь, хотите кушать, кушайте. Вам придет время, когда просто для вас это будет неактуально, и все. Но неактуально будет только после того, когда вы зайдете в глубину себя. По-другому не будет. По-другому у вас будет просто голодание, осознанное, либо неосознанное. Могут быть даже длительные голодания, могут даже быть годовые голодания, но вы после них выйдете в определенные моменты, потому что вы будете понимать, что здесь что-то вот еще, здесь вот что-то вот как-то так. Ведь, наверное, многие, у многих были на их жизненном пути, встречались определенные моменты, может быть, это вы отнесете там к сказочным каким-то персонажам, может быть, скажете, ну у меня такое было, но это скорее всего ерунда какая-то, да. ну вы все прекрасно знаете, что есть и те моменты, когда мы встречаемся с определенными людьми, скажем, да, которые не в физическом теле, не в белковом теле, и мы с ними встречаемся, и встречаемся практически ежедневно, осознаем мы этого или нет. Но в их мире нет этой еды, и как бы они на вас не смотрели, за столом или не за столом, нет в ихнем мире еды, и точно так же в определенный момент будет в вашем мире, в белковом теле находится или нет, тоже не будет еды, но не нужно на этом зацикливаться, кушайте, так не хочу кушать, а ем и плохо уже от этого, хочешь, вот видишь опять какое, если бы не хотела бы, не кушала, если ты кушаешь, значит ты хочешь, видите, как мы, вот аппетита нет, вот я не хочу, кушаю, ребят, когда вы хотите в туалет, вы просто идете, это уже до автоматизма же в вас доведено, вы же не думаете, у вас же не идет мыслительный процесс, ой, я захотела в туалет, или захотел, так, а идти мне в туалет или нет, или мне еще потерпеть немножко, так, а идти мне все-таки вот в этот туалет, либо вот в этот туалет, а вот снимать мне штаны или не снимать штаны, от этой, то есть вы же, у вас просто это механика, Вы захотели в туалет, вы встали и пошли в туалет. Вы не захотели, если в туалет. Вы не пойдёте сидеть в туалете часами. Ну нет, вот как бы Вася же сходил в туалет, значит и мне нужно в туалет. Даже если я не хочу, надо идти в туалет. Вот и просидите там три часа, потом выходите и скажите, вот я не хотел в туалет, но пошёл. Вы же этого не делаете. И здесь то же самое. Всем кушайте всё, а пищевые паузы в меру от одного дня до недели максимум. Всего один-два раза в год. Так делаю я, и это идеально. Для вас это идеально и здорово. Да, у каждого своё. Насколько важно узнать свой род, как помогает нам. Род узнать свой, вы его знаете. То, что вы не поворачиваетесь к нему, это другой процесс. Как важно, важно. Ребят, ваш род – это ваше физическое тело. Ваше физическое тело сформировано только благодаря вашему роду. Кто бы в вашем роде не был, вы настолько должны быть ему благодарны, вы должны просто повернуться к своему роду и просто с огромной благодарностью. Потому что не было бы хоть кого-нибудь в вашем роде, не было бы вас. Все ваше белковое тело, все ваше сознание, оно сформировано только благодаря вашему роду. Если в вашем физическом теле что-то не работает, какие-то у вас болезни, зубы, зубы – это наш род. Не важно что, если в вашем теле что-то не так, то психосоматика – это верхушка айсберга. А если вы начнете заглядывать дальше, вы поймете, где этот род. И не нужно становиться, не нужно быть, я не знаю, ясновидящим, либо еще кем-то. Как только вы начинаете в себя верить, если у вас есть проводник, который вам это вытащит, вы можете понять, откуда у вас это болезнь, прям вот в течение часа. Прощелкать себя, откуда у вас определенный болезнь, с какой линии, что это было. И как минимум поверхность вот этого, в каком роде, в каком поколении, что было такого, почему она откуда взялась, какое-то заболевание. Это все можно сделать, это все делается, я бы так все-таки сказала, с честным проводником, это очень быстро делается. Да, важность свой род, как? Это же вы, по-другому никак. Если вы не повернетесь к своему роду, вы-то что тогда? Вы-то что за важность такая? Вот я такой вот. Ведете технократию за собой? Она будет конечна. Питайтесь сырым всем, чем захочется. Ребят, с чего вы взяли, что сырое от несырого чем-то отличается для нашего организма? Вы посмотрите, есть люди, которые питаются сырым и очень болезненно выглядят, чувствуют и действительно болеют. А есть люди, которые едят мясо, и у них великолепное здоровье их физического тела. Не туда идете. Как только вы начинаете еду разделять на вот это хорошее, вот это плохое, это сразу же путь в никуда. Надо с другой стороны смотреть. Не с этой. Когда начнете с этой смотреть, вы идете в обман самого себя, в обман своего аватара. Это не так. Просто взвешивайте по-честному, насколько это так. Да, вам на каком-то этапе это ваше тело скажет спасибо. По определенным причинам. И нужно смотреть, по каким причинам. Потому что кто-то сразу же на сыроедение уходит в минус своей физики. Хочу на встречу, на консультацию. В России никак пока не могу приехать. Ну, значит, марафон. Марафон можно оплатить. Неважно, где вы находитесь. Как бы есть варианты, достаточно много. Их можете в личку мне написать. Контакты есть под видео. Под каждым. В телеграмм. Пишите мне в личку. И я отвечу, как. Я понимаю, что мне выгодно быть маленькой, не зря. Да. Глупося. Света, я так хочу, чтобы вы были моей сестрой. Люблю. Спасибо, Глупося. Да, конечно. Люблю, Светик. Спасибо, что скрываю. Спасибо вам, ребят, что разрешаете это делать. Как с вами проходит время незаметно? Мы уже с вами почти час. Давайте буду сохранять эфир. И пишите свои вопросы. Ребят, кому не хватает каких-то ответов, кому не хватает эфиров, у кого нет возможности на какие-то консультации, ретриты, встречи, марафоны, то есть еще закрытый клуб. Там мы с ребятами общаемся чаще. И там уже можно задать свои личные вопросы. И там я поднимаю эти темы по личным вопросам. Клуб, он очень приемлем по цене, поэтому точно так же пишите в личку. И там клуб в Телеграме у нас. И там мы стараемся два раза в неделю давать вот эфиры, коротенькие эфиры. Если есть о чем поговорить, то они бывают у нас и длинные, всякие бывают. Поэтому присоединяйтесь и туда. Буду с вами, буду рада вас видеть. Стоп. Говорить о голодании без названия сыром питания некорректно. Ваше мнение имеет место быть. Как бы не вопрос. Я же вам не... Сейчас мне нутрициолог. Я же вам не рассказываю про диеты какие-то. Я вам говорю о осознании. Это разные вещи. Причем здесь голодание. Причем здесь сыроедение и осознание. Вообще разные вещи. Они абсолютно никак не связаны. Осознание не связано с едой. От слова совсем. Именно поэтому я говорю, когда приходит осознание. Причем здесь вообще еда? Причем здесь вообще какой стиль одежды у вас? Но вы же не задаете стиль одежды. Вы же не говорите. Вот когда вы придете к осознанию там того-то, у вас будет стиль одежды вот такой-то. Вы будете вот так-то одеваться. Почему у вас не возникает этих вопросов? Почему вы все время зациклены на еде? Да и там не будет никаких вопросов. Это вообще не про то. Это вообще не про наш аватар. вообще не про наш аватар ребят большое спасибо всегда приятно вас слушать ваша информация очень важна спасибо огромное все ребятки буду сохранять а то не получится у нас сохранить эфир обнимаю целую присоединяйтесь к лично к встрече на в москве ретрит который будет с ноября на 28 ноября по 2 декабря но там это уже только кто готов на ретрит сразу же говорю потому что пять дней мы будем в поле 5 дней не провожу никаких консультаций когда у меня ретриты никаких встреч даже если приезжают люди бывает такое что на ретрит приезжают люди и из других городов приезжаю чтобы встретиться со мной я с ними не встречаюсь некоторые обижаются но ребят нет на ретрите у нас всегда своя закрытая аура там идут такие вскрывашки там идут такие слезы то вот такие сопли там идут такое там там абсолютно другое пространство поэтому на ретрит приезжайте только когда вы готовы когда вы готовы полностью кардинально изменить все что связано с вами клуб марафоны встречи все жду вас все обнимаю пока